Продолжение следует... Аллилуйя! Слава Господу! Мы начинаем вовремя. Это выбор каждого. Быть вовремя, не вовремя. Слава Богу всех, кто приходит с почитанием, уважением нашего Господа, нашего Царя. Слава Господу! Мы будем сегодня Его прославлять, благословлять. Приветствую всех, кто нас смотрит онлайн или будет смотреть в записи. Да благословит вас Господь! Слово Божие говорит, в любое время мы можем Его славить. В любое время мы можем приходить к Нему. И особенно, когда день воскресный, мы можем вместе быть, чтобы слышать Слово Божие, как первая церковь. Вы знаете, они вообще ежедневно собирались, преломляли хлеб, молились, общались, были одной семьей. Слава Господу! Господи, благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя, Боже! Ты наш Царь, Ты наш Господь. Ты нас нашел. Ты нас избрал, Господь. Спасибо Тебе. Да будет имя Твое прославлено. Да будет имя Твое возвеличено. Господь, и также Твое Слово говорит, не видел того глаз, не слышал от того уха, что Бог приготовил любящим Его. Господь, мы здесь живем на земле, нам кажется, все так ограничено, все так мало, но Ты, говоришь, приготовил великое славное, приготовил вечную жизнь, приготовил небеса для своего народа, для своих детей. Спасибо Тебе. Ты хочешь жить с людьми, Ты хочешь жить с теми, кто избрал Тебя, с теми, кто пошел за Тобой. Благодарим Тебя. Пусть это время будет благословенно, Господь. Пусть сегодня касается Твоя сила, Твой дух каждого, Господь, каждого сына, каждую дочь Твою, тех, кто будет смотреть нас через онлайн в интернете. Касайся, Господь, касайся, потому что Ты изливаешься на страждущее, на ищущее. Благодарим Тебя, Иисус. Халлилуйя. Аминь. Доброе утро, церковь. И Бог сегодня спрашивает тебя, готово ли сердце Твое? Спроси каждый себя, готово ли сердце мое? И я отвечаю Ему, готово сердце мое Божие. Буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтирь и гусли. Я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божия. Над всей землей да будет слава Твоя. Каждый день на устах моих это славное имя Иисус. Я не знаю времен других, лишь Чего я превозношу. Превозношу. Мое сердце поет о нем, а Спаситель едином моем. Только Он мне дает покой. Его имя всегда со мной. Всегда со мной. Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему. Аллилуйя. 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 Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему. Аллилуйя. Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа. И когда солнце свет дарит, Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду петь Ему, Аллилуйя, Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Господь! Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе за этот чудесный воскресный день, За это утро, когда мы можем собраться в Доме Твоем, Быть рядом с братьями и сестрами, Чтобы в едином духе поблагодарить Тебя, Господь, Что Ты довел нас до этого места, Что поставил нас здесь, Господь, За то, что хранишь нас в своем мире. Ибо мы знаем, Господь, Что имя Твое сильнее всех имен. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Что Ты подарил нам, Господь. Дал нам бесплатно, Господь, Эту радость быть частью Тебя, Принадлежать Твоей семье. И мы здесь, на этом месте, Чтобы поблагодарить Тебя, Чтобы поклониться имени Твоего И прославить Тебя. Аллилуйя. Мой Господь сильнее, чем буря, Мой Господь сильнее огня, Царь святой Тебе пою я, Бог любви прими меня. Благословляй, благословляй, Имя Бога восхваляй, Благословляй, благословляй, Имя Христа. Благословляй, благословляй, Имя Бога восхваляй, Благословляй, благословляй, Имя Христа. Обувайтесь, благовестия, Шлеп спасения начинок, Чистой нужно быть невесте Время сварьбы так близко Благословляй, благословляй Имя Бога вас хвалят Благословляй, благословляй Имя Христа Воспою святому Богу Будет мир на небесах Забирайте все в дорогу Пусть не легок в день в щепах Благословляй, благословляй Имя Бога вас хвалят Благословляй, благословляй Имя Христа Благословляй, благословляй Имя Бога вас хвалят Благословляй, благословляй имя Христа. Благословляй, благословляй имя Бога восхваляй. Благословляй, благословляй имя Христа. Господь, мы благословляем имя Твое, Ибо имя Твое есть знамя для нас И с этим знаменем мы можем идти вперед, Господь Спасибо Тебе, Господи, что Ты пришел в этот мир, Господь Чтобы Ты стал вместе с нами, Господь И что Ты сражаешься за нас И каждую нашу битву мы начинаем с имени Твоего на устах Мы благодарим Тебя, Господь, за имя Твое За тот свет, который Ты дал нам, Господь Благодарим Тебя Зажигай огонь у меня внутри Я хочу гореть светом Божьей любви Свои руки к небу я возношу Иисус, Тебе сердце я отдаю Иисус, Тебе сердце я отдаю Пусть уходят все сомнения и печали ночь Он пришел, чтоб дать спасенье Он пришел помочь Загорелась на небе звезда И светом пронзила всю тьму Знай, Иисус, теперь рядом всегда Только доверься Ему Зажигай огонь у меня внутри Я хочу гореть светом Божьей любви Свои руки к небу я возношу Иисус, Тебе сердце я отдаю Иисус, Тебе сердце я отдаю Пусть пылает, а не тлеет Первая любовь Радость сердце наполняет Благодатью вновь Даже если небо снова молчит Бог слышит голос твой Открывай свои уста, не молчи Право сглашай и бой Зажигай огонь у меня внутри Я хочу гореть светом Божьей любви Свои руки к небу я возношу Иисус, Тебе сердце я отдаю Иисус, Тебе сердце я отдаю Сожигай огонь у меня внутри Я хочу гореть светом Божьей любви Свои руки к небу я возношу Иисус, Тебе сердце я отдаю Иисус, Тебе сердце я отдаю Вы знаете, вот Эта песня очень тронула Мое сердце, когда мы готовили Сегодняшние поклонения Даже если небо молчит Открывай свои уста и пой Провозглашай славу и силу Иисуса Христа в твоей жизни Потому что Бог, Он слышит Бог, Он исправляет И Он ведет тебя по этой дороге Не молчи Не молчи, провозглашай и пой Пусть Бог открывает пред тобой В твою дорогу Пусть Бог зажигает тебя Своим огнем Пусть Он касается сейчас Огнем Своим И дает ответ На все твои вопросы Зажигай огонь у меня внутри Я хочу гореть светом Божьей любви Свои руки к небу я возношу Иисус Тебе сердце я даю Иисус Тебе сердце я даю Аллилуйя Тебе, Господи Слава Тебе, Господи Слава, Господи Аллилуйя Я буду превозносить Тебе, Господи Царь мой И благословлять имя Твое Во веки и веки Всякий день буду благословлять Тебя И восхвалять имя Твое Во веки и веки Род роду будет восхвалять дела Твои И возвещать о могуществе Твое Не надейтесь на князей На сынов человеческих Которым нет спасения Блажен кому помощник Бог Яковлев И у кого надежда на Господа Бога Его Сотворившего небо и землю Море и все, что в них И вечно хранящего вечность Господь Мы стоим пред Тобой, Господь Чтобы воздать Тебе всю честь И всю славу, Господь За великие дела Твои Дела Его красота и слава Мы поклоняемся, Господь, имени Твоему Силе Твоей, славе Твоей, Господь Ты достоин Только Ты один достоин Принять всю честь, Господи Твоя истина Это щит для нас Твоя слава Это перья для нас Которые охраняют нас И хранят от врагов наших, Господь Ты убежище мне, Господь Я буду вечно славить Тебя Аллилуйя Тебе, Господь Крылья Твои Безопасность моя Истина щит Ограда от фальши Ты защитишь От стрелы и ловца Бог, на которого я уповаю Крылья Твои Безопасность моя Истина щит Ограда от фальши Ты защитишь От стрелы и ловца Мой Бог, на которого я уповаю Бог, на которого я уповаю Имя Его Иисус Бог, на которого я уповаю Бог, на которого я уповаю Бог, на которого я уповаю Имя Его Иисус От сети и ловца Я укроюсь в Тебе И перья Твои И перья Твои Меня осеняю Защита моя И убежище мне Бог, на которого я уповаю Мой Бог, на которого я уповываю От сети и ловца Я укроюсь в Тебе И перья Твои Меня осеняют Защита моя И убежище мне И убежище мне Мой Бог, на которого я уповаю Бог, на которого я уповаю Бог, на которого я уповаю Имя Его Иисус Бог, на Которого я уповаю, имя Его Иисус. 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 Мы благодарим Тебя, Иисус. Пусть Твое Царствие придет с небеса, Господь, в наших жизнях, в наших работах, в наших помышлениях, Господь. Каждый день, в любое время, в любом месте, Господь, пусть придет Твое Царствие. Мы благодарим Тебя, когда Ты ушел с этой земли, Господь, на небеса. Ты нам сказал, я не оставлю Вас, но послаю Дух Святой. И мы благодарим Тебя за Дух Святой, который Ты излил с небес, Господь, в сердце нас. Мы пригласим Тебя, Дух Святой. Откроем на сердце Дух Святой сегодня принимать Тебя, потому что Ты один из нас, Учитель. Ты один из нас, Избавитель. Ты один из нас, который может вести нас Дух Святой в этой жизни. Ты один из нас, чудесоветник. И мы благодарим Тебя за то, что Ты согласен, Дух Святой. Приди, коснусь сердце каждого из нас. Аллилуйя, слава Тебя, Дух Святой. Просто приди, косни нас снова, Дух Святой. Мы зажим Тебя, Дух Святой. Косни сердце нас, Дух Святой. Мы нуждаемся Твоим прикосновением. Мы нуждаемся Твоим водительством, Дух Святой. Косни нас. Открой нам сегодня слово, которое Ты приготовил нам, Дух Святой, чтобы мы имели откровение, Дух Святой. Веди нас сегодня, Дух Святой. Мы нуждаемся в Тебе. Слово, которое мы слышим сегодня, Дух Святой. Пусть оно изменяет всю полностью наш жизнь к лучшему, Дух Святой. Мы откроем наш сердце для Тебя сегодня. Приди в нас, Дух Святой. Открой нам слава Тебя, Дух Святой. Хвала Тебя, Дух Святой. Тебе честь велить, Дух Святой. Мы ищем, мы любим, Мы ждем Тебя. Мы ищем, мы любим, Мы ждем Тебя. Мир Кровец Святой. Коснись нас своей силой, зажги сердца. Пусть небес придет, царствие Твое. Пусть небес придет, царствие Твое. Дух Святой приди, Дух Святой коснись. Мы так жаждем Бог, мы так жаждем. Дух Святой приди, Дух Святой коснись. Мы так жаждем Бог, мы так жаждем. Дух Святой приди. Ждем Тебя, приди в Своей славе Иисус. Ждем Тебя, приди в Своей славе Иисус. Ждем Тебя, приди в Своей славе Иисус. Пусть небес придет, царствие Твое. Пусть небес придет, царствие Твое. Дух Святой приди, Дух Святой коснись. Мы так жаждем Бог, мы так жаждем. Дух Святой приди, Дух Святой коснись. Мы так жаждем Бог, мы так жаждем. Дух Святой приди, Дух Святой коснись. Мы так жаждем Бог, мы так жаждем. Дух Святой приди, Дух Святой коснись. Мы так жаждем Бог, мы так жаждем. Дух Святой приди, О, мы ждем Тебя, Господь. Отец, мы нуждаемся в Тебе. Мы благодарим Тебя, дорогой Господь, Иисус Христос, что Ты ушел на небо, но Ты оставил Духа Святого, нашего Учителя, нашего Утешителя. Господи, чтобы каждый из нас мог принять усыновление и удочерение от Отца. Спасибо Тебе за Твою жертву. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты добровольно отдал Себя за каждого из нас, за наши грехи, за наши преступления, чтобы и каждый из нас мог сказать, Отец, Ты мой Бог, Ты мой Отец, Ты мой Папа, который никогда не оставит и никогда не покинет, Господи. Это великая честь, это великая благодать. Спасибо Тебе, что теперь мы не чужие, мы теперь Твои, мы Твои возлюбленные, мы Твои искупленные, мы Твои драгоценные дети. Иисус, спасибо. И мы знаем, может быть, и другие дети, которые еще не знают, что они дети, но и они скоро придут. Мы ходатайствуем, Господи, за наших неспасенных, родных и близких, Господи, чтобы и они также познали Твою любовь, чтобы и они также нашли Тебя, Господи, Твоим Иисусом. О, 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 о,... О, о-о, о ... О, о-о, о, о ... О, в Твоих объятьях, на Твоем пути. Душа открыта навстречу к Тебе летит. Может быть, сегодня ты еще не говорил Богу, как ты Его любишь. Это сейчас время благоприятное. Скажи твоему отцу, как ты рад, что ты его дитя, что ты тот ребенок, который, несмотря ни на что, может всегда приходить. И отец ждет. О, в Твоих объятьях на Твоем пути. Душа открыта навстречу к Тебе летит. Мы навек свободны. Да, Иисус. Мы с Тобой в завете Будем праздновать победу. Ведь мы, Божьи дети. Это есть победа от Господа, что смерть побеждена, Что грех побежден. И теперь мы дети. О, 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 раздвинул воды моря, что пройти мне, изгнала страх любовь твоя. Ты спас меня, и я готов Петь вечно, что я дитя царя Раздвинул воды моря, чтоб пройти мне Изгнала страх любовь твоя Ты спас меня, и я готов Петь вечно, что я дитя царя Я не буду рабом греха Ведь я дитя царя Я не буду рабом греха Ведь я дитя царя До рождения ты избрал меня С любовью имя дал Я родился вновь И святая кровь Хранит меня всегда До рождения ты избрал меня С любовью имя дал Я родился вновь И святая кровь И святая кровь Хранит меня всегда Я не буду рабом греха Ведь я дитя царя Я не буду рабом греха Я не буду рабом греха Ведь я дитя царя Я не буду рабом греха Ведь я дитя царя Я не буду рабом греха Я говорю нет греху Ведь я дитя царя Я не буду рабом греха Я не буду рабом греха Я не буду рабом греха Ведь я дитя царя Раздвинул Раздвинул воды моря Что пройти мне Изгнала страх любовь твоя Ты спас меня Ты спас меня И я готов Петь вечно Что я дитя царя Раздвинул воды Раздвинул воды моря Что пройти мне Изгнала страх любовь твоя Ты спас меня И я готов Петь вечно Что я дитя царя Что я дитя царя Что я дитя царя Что я дитя царя Я твое дитя Что я дитя царя Аллилуйя тебе Иисус Поздай Богу славу Если это для Бога Для Бога должна быть больше славы Спасибо тебе Управляем тебя Господь Спасибо тебе Иисус Аллилуйя Ты наш царь Господь наш царь И мы благодарим тебя Господь Мы твои дети Мы дети царя Мы не рабы греху Мы вышли из тьмы Перешли в твой свет Аллилуйя Аллилуйя И прежде чем мы будем собирать наши десятины Приношения, молиться Пожалуйста дети Выходите вперед Мы за вас помолимся Благословим Потому что мы верим в благословение И наши дети благословенны Аминь Аллилуйя Красавчики все Господи Спасибо тебе за наших детей Господь Мы молимся как священники Мы молимся как родители Мы молимся Кто-то уже как бабушка, дедушка Благословляем Детей, которые здесь И те, которые, может быть, не здесь Но мы молимся за них Призываем Твою святую кровь Твою защиту Твою охрану Твою благодать Пусть они будут благословены Во всем Во всем И тьма не прикоснется к ним И никакие силы тьмы Не смогут навредить Но ты Их Господь И пусть Ты их будешь Богом Всю жизнь Во имя Иисуса Аминь Благословляем вас Молодцы Проходите Давайте помолимся Также за Наши финансы Господи Благодарим Тебя, Господь Что Ты собрал нас здесь, Господь В доме молитвы Твоем, Господь Благодарим За милость и благодать Твою Которую Даешь Ты нам, Господь Благодарим За то, что Ты охраняешь И оберегаешь нас, Господь На наших работах, Господь Что Ты обильно благословляешь нас финансово И мы ни в чем не нуждаемся Но если есть какая-то нужда, Господь По слову Твоему, Господь Ты выйдешь нам навстречу, Господь И решишь все финансовые наши проблемы Благослови эти десятины приношения Которые мы приносим от чистого сердца, Господь Благослови все финансовые служения Церкви Благослови и умножь Во имя Отца, Сына и Духа Святого Аминь Пусть уходят все сомнения и печали, но Он пришел, чтобы дать спасение Он пришел помочь Загорелась на небе звезда И светом пронзила всю тьму Знайте, смей Иисус, рядом всегда Ты только доверься Ему Зажигай огонь у меня внутри Я хочу гореть светом Божьей любви Свои руки к небу я возношу Иисус тебе в сердце я даю Иисус тебе в сердце я даю Пусть была Пусть была Пусть была Пусть была Пусть была Аллилуйя Слава Господу Спасибо прославление Молодцы Слава Господу Мы служим Богу Мы прославляем Его Он достоин всей хвалы Аллилуйя Пожалуйста, если кто-то вверху есть Здесь есть места Можете проходить, спускаться Здесь достаточно, я думаю, мест Пожалуйста Слава Богу Аллилуйя Я хотел бы сегодня представить Нашего гостя Кто-то, может быть, знает его Кто-то не знает Познакомимся Это пастор церкви Слова жизни Пастор Приск, пожалуйста Пастор Приск И Это пастор моих детей Давида и Маши Слава Богу Спасибо, пастор За ваше служение И Я пригласил специально пастора Потому что мы Я верю, мы как церкви Должны дружить Помогать друг другу Не быть Как бы Порознь Потому что мы Соработники все Мы Когда пойдем Господу на небо Мы вместе будем Там не будет разделов По церквям Мы будем все вместе Пожалуйста, пастор Вам слава День добрый, дорогая церковь Слава Богу Бог благ Он прекрасен И Знаете Радостно Наконец Среди вас Меня зовут Приск Я Ваш брат Во Христе Иисусе У меня И ни рог И ни крыльев нету Простой брат Слава Богу И я уверен Что Бог Благословит нас Я Пастор церкви Слова жизнь Здесь В Мариале И Хорошо будет Вашей церкви И Где-то около месяца назад Ваш пастор Пастор Вячеслав Был у нас Поэтому Могу только Радоваться Когда Имею Так же Честь И возможность Служить у вас Иисус На троне И Никто Его Оттуда Не сможет Пошатнуть Это его трон Превознесенный Знаете Когда Пастор Меня пригласил Я думал О чем Буду делиться Молиться Просил Бога Слова Но Имею Слово И я Убежден Что Мы будем Благословены Я в этом Сильно Сильно Убежден Халлилуйя Халлилуйя Церковь Халлилуйя Халлилуйя Слава Богу Пастор Вячеслав Большое Спасибо И на Большое Спасибо За Приглашение Могу Не Так же Не Приветствовать Вас Большое Спасибо За Ваше Сердце За Ваше Служение Очень Рад Вас Видит Конечно 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 Слава Богу Слава Богу Важно В доме Божьем Когда мы Собираемся Это Слышать Слово Божье Амин Это Прежде всего Амин Когда я Говорю Слышать Слово Божье Я Не И Не И Не Прославляй И Так Далее Все На Своем Месте Потому Что И Прославление И Все Прославление Это Одна Из Форм Как Мы Провозглашаем Слово Божье Поэтому Когда мы Поем Служение Когда уже Вы приходите Сюда Служение Начинается Даже До Первой Аккорда Мы Готовим Свои Сердца И Я Убежен Что Сегодня Мы Так же Готовы Поэтому Давайте Коротко Помолимся Сидя Ничего Страшного Аллилуйя Господь Спасибо Тебе Мы Благодарим Тебя Ты Наш Бог И Ты Среди Нас Здесь Господь Я Прошу Тебя Чтобы Ты Говорил К Нам Сегодня Посредством Твоего Слова Иисус Я Благословляю Каждого Человека Который Здесь На этом Месте Я Также Молюсь О Тех Которые Онлайн Господь Смотрят Пусть Они Также Будут В Одном Духе С Нами Здесь Благословляю Каждого Человека И Молюсь О Том Чтобы Слово Твое Чтобы Твое Слово Произвало Кропотливую Работу В сердце Каждого Из Нас Чтобы Выходя Отсюда Господ Мы Были Изменены Чтобы Выходя Отсюда Господ Мы Вышли С Твоим Словом Наполненными Словом Твоим Спасибо Тебе Господ Воздаем Тебе Славу Хвалу И Честь Ты Достоин Поклонения Ты Достоин Прославления Иисус Только Твое Имя Может Быть Превознесено И Лишь Только Имя Твое Лишь Только Имя Твое Не Имя Человека Но Но Твое Имя Господ Я Смиряюсь Пре Тобою Я Смиряюсь Пре Церковью Твоей Господ Я Молюсь О том Чтобы Сегодня Быть Использован Как Канал Для того Чтобы Передать То Что Ты Имеешь Для Своих Детей Они Дети Твои Ты Любишь Их Поэтому Ты Имеешь Для Каждого Слова Я Убежден Господи Боже Что Каждый Получит Слово От Тебя Я Благословю Это Собрание И Отдаю Все В руки Господа Во Имя Иисуса Христа Амин Тема Которую С вами Буду Делиться Я Назвал Таким Образом Только Христос Только Благодат И Только Истина Только Христос Только Благодат И Только Истина Когда я готовился Просто Бог Положил это В моем сердце И Конечно Это Также На фоне Того Что происходит Вокруг Нас Семь Каждый Из Нас Мы Сталкиваемся Мы Живем Очень Интересное Время Очень Интересное Время Такие Времена Были В истории Церкви Когда Какие-то Учения Поднимались Но Они Долго Не Оставались Потому Что Они Были Так Скажем Однобокими Я Убежден Что Как Церковь Нам Нужно Постараться Отставаться Здравыми Христианами Я Убежден Что Как Церковь Нам Нужно Постараться Я Говорю Постараться Потому Что До Конца Быть Настолько Правильным Мы Не Сможем Только Вселенская Церковь Она Обладает Всей Истинью Как Она Есть Так Или Иначе Что Не Очень Что Правильно Но По крайней Мере Нам Нужно Прилагать Усилия Чтобы Оставаться В Учении Христовом Амин Амин И Важно Для нас Всех Нас Иметь Правильный Сбалансированный Подход К Писанию Правильный Сбалансированный Подход К Служению К Служению Богу И Служению Людям Потому Что Когда Мы Когда Мы Говорим О Служении Мы Понимаем Что Речь Идет О Служении Богу Но Также Мы Служим Друг Другу Самый Величайший Пример Служения Или же Служителя Это Конечно Наш Господь Иисус Христос Именно О нем Я хотел Сегодня Прежде Всего Говорить И Не Только Прежде Всего В Основном Я Хочу О нем Говорить Потому Что Именно Он Достоин Чтобы О нем Говорили В его Доме Это Дом Его Мы Мы Неб Приходим Для Человека Мы М Приходим Для того Чтобы Бог Был Прославлен Через нас Мы Приходим Чтобы Слово Божье Други Божья Производила Работу И Такую Работу Чтобы Выходя Отсюда Мы Были Следов Выходя Отсюда Мы Передавали Божью Жизнь Мы Передавали Божьему Божьей Любовь Божьей Прощения Мы передавали Божью благодать. Амин. Но самое важное также, мы передавали Божью истину. И я хочу, чтобы мы с вами открыли сейчас Евангелие Иоанна, первую главу. Иоанна, первая глава. Мы можем открыть с вами. И я буду читать с 16-го сика. Знаете, Иоанн очень интересный ученик. И как мы говорим сейчас, ученик любви. Это ученик, который, мы знаем, как бы дольше всего прожил. То есть, который смог на остров Патмос, когда он получал откровение. Поэтому его Евангелие несет что-то такое очень важное для меня. Это человек, который насыщенный жизнью. Это не молодой человек. Это человек, который с опытом. И что здесь написано? Сиккс 16. От полноты Его, то есть, от полноты Христа, все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина, произошли через Иисуса Христа. От полноты Его, от полноты Его, все мы приняли благодать на благодать. Ибо, знаете, все мы приняли благодать на благодать. Ибо, вы понимаете, что как бы что-то объясняется. Иоанн просто не остановился. Он хочет показать, он хочет объяснить. Потому что закон был дан через Моисей. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Но в оригинале написано, благодать же и истина произошел. Как одно. Я объясню, почему. Прозошли через Иисуса Христа. Благодать и истина. Вот о чем я буду говорить по большей части с вами сегодня. О благодати и об истине. Мы можем в этом стихе 17 увидеть, что закон был дан через Моисей. Благодать же и истина через Иисуса Христа. То есть мы видим, что все три отличаются друг от друга. С вами был Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует... 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 Если в Риме там закон был на таком уровне поставлен, что ему пришлось дать им сильное учение о благодати, чтобы они поняли. Но к Галатам, допустим, уже было учение о благодати. Но только туда пришли люди, которые начали извращать благодать. Он им пишет, чтобы исправить. Вы понимаете, в Карельфинской церкви мы видим, что будут определенные проблемы, они ему пишут, как будет. Такие события, все-все, он говорит, у вас там столько дарований, столько даров, и такие вас происходят, такие вас. И что нужно делать? Это тот же Павел. Поэтому каждое послание имеет свою специфику. Он пишет Тимофею, не как церкви, он пишет Тимофею, как личность. Как ты должен поступать в Дом Божий, в котором есть полнота и утверждение истины? Вот, когда у нас нет такого обзора Библии, когда мы не смотрим таким образом в Писании, мы упадем в такую крайность. Повторяю, я за благодать Божию. Амин. Потому что если бы не благодать Божию, мы бы не были здесь. Я за благодать. Только мы должны быть внимательны. Я за истину. Да. Соло скриптура. Только истина. Да. Но. Христос, когда Он пришел, написано. В Нем была и благодать, и истина. И благодать, и истина. Они друг от друга отличаются. Они друг от друга отличаются. Открым с вами Псалом. Восемьдесят четвертый. Написано так стихи 11 и 13. Ну, с 11 стиха по 13 стиху. Потому что для нас с вами эти слова, благодать и так далее, они стали настолько привычными, что они уже вошли в наш обиход, как бы просто так. Но они важны для нашего служения. Они важны, чтобы нам с вами больше понимать нашего Господа. И лучше. С одной стороны, что я читаю. Милость и истина встречаются. Правда и мир облазваются. Истина возникнет из земли. И правда проникнет с небес. И Господь даст благо. И земля наша даст плод свой. Амин. Амин. Милость и истина встречаются. Иногда милость переводится как благодать, так скажем, в некоторых местах. Воспринимается в рамках как благодать. Хотя милость и благодать отличаются. Я потом покажу. Я это здесь беру как в рамках, как благодать. Милость и истина встречаются. Но встречаться, встречаться, это встретиться. Знаете, есть такое, что мы будем на облака, на сречении Господне, то есть на встречу с Господом. Это просто слово, старославянское слово, которое «всреча». И есть также такой праздник, православный праздник, сречения Господне, когда они празднуют, допустим, когда привели Иисуса, когда Симеон был в храме. То есть встреча Симеона и Господа, младенца, это праздник такой, сречения Господне. Это просто слово, которое называется «всреча». Итак, другими словами, милость и истина, они встретятся. Смотрите, глагол в будущем, они встретятся. Правда и мир обнимаются, проще. Обцелуются, еще проще. Амин. Амин. Смотрите, милость истина встретятся. То есть, это в будущем. И, когда это произойдет, смотрите, сиктиняется, и Господь даст благо. То есть, в Ветхом Завете эти понятия, они были, но они были раздельны. Они не шли вместе. Они были в Ветхом Завете. Мы читаем о благодати Божьей тоже, мы читаем тоже о мирости Божьей. Они были, эти понятия. Но, Иоанн, Иоанн, апостол Иоанн говорит нам, что именно, когда пришел Христос, эти два понятия, и благодать, и истина, теперь они пришли и стали обитать в одном человеке. Поэтому, когда Иисус шел по этой земле, Он олицетворял Собою и благодать одновременно, и истина одновременно. Это была сложная задача, но Бог решил эту задачу через Иисуса Христа. Бог решил эту задачу, положив все, от полноты Его мы приняли благодать на благодать. В другом переводе написано, от полноты Его благодати всем нам благодать, или всем людям благодать. Поэтому благодать, она доступна каждому человеку, каждому. Скажите мне, да, да, каждому. Даже если Гитлер, да, и Гитлеру были доступны благодать Божьей. И Сталин, а в чем разница? Тоже были доступны благодать Божьей. Потому что оно дано. Закон был дан через Моисея, через слугу. Истина и благодать пришли через Сына. Это слуга принес закон. Но Сына... Я думаю, что есть разница между слугой и Сыном. Слуга принес закон. Сын принес благодать и истину. И когда мы говорим об Иисусе, я хочу немножко идти дальше, и мы посмотрим, что о нем говорил сам Бог, который послал его, его Отец. И одно из свидетельств, я хочу взять в Евангелие от Матфея, когда Иисус проходил через воду крещения. Матфея, третью главу, и стих семнадцатый. Вот что Иоанн Креститель, который проводил это крещение, услышал об Иисусе. И был глаз, и сей глаз небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Был голос выше, был глаз или голос, который говорит, этот, которого ты видишь сейчас, вот, этот, которого ты только что крестил, он мой Сын. В нем мое благоволение. То есть, другим словом, как понять в нем мое благоволение, то есть, смотря на него, я накажу удовольствие. Я радуюсь, когда я вижу его. Бог, Отец подтвердил, что Иисус Христос, его Сын. Он это подтвердил Иоанну, крестителю. И я не знаю, но также были люди вокруг, потому что был голос. Только Иоанн об этом услышал или нет. Но это было важно. Это было важно. Почему? Дальше написано. Повторю, почему это было важно. Смотрите. Иоанн получает свидетельство о Божьем Христе. И дальше, в Евангелии Матфея, мы читаем, что когда Иоанн был брошен в темницу, он начал немножко колебаться в своей вере, потому что он, ну, знаете, любой человек из нас, я понимаю, что мы люди веры, мы всегда, такая вера у нас просто, стиль, стоит, непоколебима. Но ситуация разная бывает. Есть момент, когда мы, не могу сказать, мы можем дрогнуть в нашей своей вере. Только они говорят, что я никогда не буду. Есть один стих, о котором мы часто не проповедуем, потому что мы не хотим, потому что он неудобный. Но это правда. Иисус Христос. Гефсимани. Он молится, говорит, Отец, ну, можно ли, чтобы это прошло мимо меня? Мы об этом не проповедуем. Почему? Ну, потому что нам неудобно показать такие моменты, что мы можем дрогнуть. Я не хочу сказать, что Иисус не Бог. Я ничего такого не говорю, я просто читаю стих. Пусть каждый думает, как он понимает этот стих. Иисус спросил, а можно ли, чтобы это прошло мимо меня? Почему? Ну, потому что он увидел то, что будет. Все страдания, все через что ему пришлось пройти потом. Он увидел это, простите, он был стопроцентным Богом, но также стопроцентным человеком. Он сказал, Отец, возможно ли, я не знаю, сколько времени прошло, секунда, две, три, впрочем, не моя воля, но воля твоя. Секунда прошла, я не знаю. Две секунды, я не знаю. Но я читаю то, что читаю. Иоанн Креститель тоже попал в такой ситуации. И когда пришли к Иисусу Христу, и люди спрашивали, теперь Иисус говорил об Иоанне, что из всех рожденных женами не поднимался пророк выше, чем Иоанн Креститель. Амин. Из рожденных женами, то есть из всех людей, которые родились через рождение, естественно, никто не был больше из пророков. Он это показывал, что он говорит, но самый маленький в царстве Божий, больше него, я не об этом. Я просто подчеркиваю, что Иоанн был такой пророк, который Иисус показал его величину. И Бог говорил этому пророку, что это мой Син возлюбленный. В нем мое благоволение. То есть, если я могу найти удовольствие в чем-то, если мое сердце может радоваться чем-то, или как-то вот все, то есть все, чем мое сердце может радоваться, находится в моем Сине. Конечно, благоволение можно переводить как Божье расположение. Итак, Иисус говорит об Иоанне, что он великий пророк. Но этому великому пророку Отец говорит, посмотри внимательно, это мой Син возлюбленный. В нем вся моя любовь. В нем все, что, если что, может, мне нравится, вот, все это, я только на него смотрю, я радуюсь. Иисус говорит, о котором Иоанн услышал, что это Син Божий, призвал учеников, начал свое служение, стал довольно популярным уже. И, я хочу, чтобы мы с вами прочитали такую историю длинную, это Евангелие от Луки, девятую главу. Читаем с 27 стиха. Это слова Иисуса Христа. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие. После этих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна, и Якова, зашел он на гору помолиться. В 27 стихе Иисус говорит такие слова, что среди этих людей, в то время, с которым он говорил, он говорит, есть люди, которые увидят Царство Божие при жизни. Мы знаем, что со смертью и воскресением Царства Божия теперь внутри нас. Принципы Царства Божия должны нас вести. И здесь Иисус говорит, но есть люди, которые увидят Царство Божие до... То есть, намного раньше он показал, что в Царстве Божии происходит, какой там принцип есть в Царстве Божьем. И он берет с собой три ученика. Он берет с собой, кого он взял с собой? Петра, Иоанна и Якова. И он зашел с ними на гору. И написано, и когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистящую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. «Явившись в славе, говорит Иисусу, наставник. Хорошо нам здесь будет. Сделаем три куши. Одну тебе, одну Моисею и одну Илли. Не знаю, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз глаголющий или голос. Се есть сын мой возлюбленный, его слушайте. Это есть сын мой возлюбленный, его слушайте. Моисей и Илья. Моисей это представитель закона, Илья это представитель пророков. Фактически здесь мы видим суд Евангелия. Вкратце. Добрая весть. Ученики, которые были с ним там, они увидели, что они были только с Христом, но через время там появились Моисей и Илья. И они с ним беседовали со Христом. Интересно. Ну, я обхожу то, что они там увидели, давайте и тебе, и мне. Знаете, что человек не сделает, когда он не понимает, что происходит. Все, что угодно. Как мне нравится, всегда тоже, как Адам. Вот. Бог дали ему сон, он уснул, просыпается, и вот вид перед ним Ев. Ну, ну, ничего сказать, шучу. Кост от костей моих. Вопрос. Адам, где ты свои кости видел? Ну, плоть от плоти моих, как хоть, соглашусь. Знаете, иногда, как мы люди, когда мы в эйфории, как один человек мудрый сказал, самые глупые решения, которые можно принимать, это когда тебе слишком хорошо или когда тебе слишком плохо. Когда слишком хорошо, ты на волне, настолько хорошо, что ты не обращаешь внимания на какие-то нюансы. Ты можешь принимать решения неверные, потому что тебе хорошо. В этот момент ты не очень внимательный. Когда плохо, тебе настолько плохо, тебе все равно будет, что будет. Вот две крайности. И ученики здесь тоже самое. Увидели, давай посмотрим тебе три куши. И тебе, и то, и то. Ну, хорошо. И дальше что? им тут жить здесь. А ваши друзья, которые остались там? Это мы с вами ученики такие, о себе думаем. Нам здесь хорошо, нам здесь, а то, что другие остались, ничего страшного. нам хорошо здесь. Ладно, это эгоизм немножко. Хорошо, идем дальше. Но, а что я хочу подчеркнуть здесь? Был голос, или же глаз глаголющий, который говорит. Знаете, очень похожее предложение, как в случае с Иоанном Крестителем. Се есть сын мой. Только если первый раз он представил сына пророку, что это мой сын. Потому что, не забывайте, что в ветхом завете именно пророки приходили, именно они подтверждали для народа, кто был, то есть, это был от Бога человек или нет Бога. Именно пророк должен был подтвердить это. Когда Иисус жил на земле, это еще был ветхий завет. Понимаете, мы читаем, мы открываем новый завет, но это еще был ветхий завет продолжался. Поэтому пророк также подтвердил, что да, он сын Божий. То есть, Писание подтверждается, ветхий завет подтверждается. Но здесь мы видим дальше, что Бог говорит, что интересно. Ученики видят Иисуса, Моисея и Илью. И они видят славу Его. Не славу Ильи, не славу Моисея, славу Христа. Второй. был голос, который говорит, это мой сын. Теперь Моисея, представитель пророков, не слушайте. Представитель закона, не слушайте. пророков даже не существует. Все, что я хочу вам говорить теперь в нем. Халлилуйя. Бог говорит, это мой сын, теперь его слушайте. не закон, не школа пророков. Главное для нас должно быть именно слова Христа. Теперь. Его, слушайте, он сначала говорил, это мой сын, который я люблю, в котором мое благоволение. Это в Матфея 3, 17. И здесь в Луке, 9 главе, он говорит, теперь это тоже, это и он, мой сын, о котором я говорил вам. Он мой сын. Но теперь, пожалуйста, и он об этом говорит, каким ученикам, которые были евреями. И понимаете, то есть, для них это было, как его, но тут же Моисей, тут же Илья, его слушайте. Поэтому не может быть другое учение, кроме учения Христа. его слушайте. 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 Его слушайте. Теперь, а как не зачитать Тверский завет, я не говорю это. А что, а книги пророков не зачитать, конечно, нужно читать. А кого слушается? Его. Об этом сказал сам Бог. Об этом сказал сам Бог. Его слушайте. Дорогие, какой бы ни был человек, какой бы он ни был помазанный, если то, чем он учит, противоречит учению Христа, какие бы ни были его регалии, спасибо, да благословит тебя Господь Бог. И все. Нам нужно расти в Христовом учении. Нам нужно утвердать учение Христа. Благодать и истина пришли через Него. Закон был дан через Моисея. И здесь он говорит о законе уже Моисея можно нет, не принято внимания. Иоанн креститель даже говорил о нем, об Иисусе. Он говорит, приходит тот, который сильнее меня, Иоанн, который был величайший из пророков, и говорит, я недостоин, склонившись, развязать обувь его. Я недостоин. Как я даже начну к нему прикасаться? Вот, мы видим великий пророк, который говорит, Иисус намного выше меня, я даже не знаю, как на него посмотреть. Мы видим Моисея, который, сам Бог говорит, не слушает. Другими словами, нам уже слушать то, что принес Христос. Что же он принес? Он принес благодать и истину. Христос принес благодать и истину. Повторяю, нам нужно быть очень внимательны. Последнее время, почти повсюду, мы видим, как это учение крайней благодать, который говорит, фактически, я встречаю людей, которые говорят, что я не грешу. Вот, ну, вы понимаете, вот, вот, он человек из плоти и крови, он говорит, вообще, я не грешу. потому, что Иоанн говорит, что родина от Бога не грешит. Нужно правильно читать Библию. Когда мы смотрим такие места из Писания, надо посмотреть контекст и о чем. Иоанн показывает сторону Бога. смотрит на нас через праведность Иисуса Христа. Ладно, хорошо, идем. Иоанн говорит, он говорит о безусловной Божьей любви. Он показывает, Бог, его отношение к нам, его отношение к нам, он смотрит через призму Христа, через праведность Иисуса Христа. Но, как люди, я как человек, но простите меня, пожалуйста. Я вам сказал, у меня ни крыльев нет, ни рог нет. Я Божий человек, как и ты, Божий человек. Божий ребенок, как и Божий ребенок. Давайте будем внимательными. Поэтому мы видим такое, которое сейчас поднимается, что в церкви еще из-за этой ситуации с пандемией, с ковидом, теперь, знаете, ты даже не знаешь, как подходить к человеку, чтобы ему какое-то замечание сделать. Он же в благодати. Но, брат, если ты живешь в постоянном греке, возможно, ты не грешишь, но ты думаешь, что ты не грешишь, но люди видят, что что-то не так. Но неужели это нужно терпеть, потому что благодать? Нет. Это же мы считаем в Библии, что если кто увидит брата своего согрешающего, и кто вернет его, тот приобрет брата, извините, там же написано, если кто увидит брата своего согрешающего, брата, написано там, не родного, а брата, имеется в виду во Христе. Ну, извините, писали же, это же, ну, написано же, и таких вещей, столько таких вещей. Благодать Божия есть. Потому что ФСМ написано, что благодатью вы спасены. Не отдел, но Божий дар, чтобы никто не квалился. Потому что если бы не благодать, если бы спасение оно было по каким-то делам, то между нами здесь были бы люди, которые имели бы бирка, бирки имели, более спасенные. И менее спасенные. Почему? Ну, потому что есть люди, которые возможно делали больше, чем другие. Если это было бы по делам, то поверьте, ты только говоришь, успокойся, пожалуйста, ты знаешь, сколько лет я верующий? Сколько? 45 с половиной, еще восемь дней. ты понимаешь, дел, сколько я уже набрал. Поэтому ты позавчера покаялся, радуйся и веселись. Да не в этом. Спасение одинаково для всех. Это как в той притче о Динаре. Хозяин вышел, он призвал людей работать у него. Первый час он вышел увидеть людей, он пригласил их. Давайте поработайте у меня. Они спросили, а оплата какая? Я вам заплачу динар. Они такие довольны. Вау, динар получим за эту работу. Супер, будем работать. Они пошли на тебе работать. Пока они работали, есть другие люди, которые стояли праздно на торже. А эти, которые работали, опять наш эгоизм. Думаю, что только мы. Зачем позвать? Мы позвем их, и они тоже получат деньги. Зачем? Возможно, хозяин возьмет наши динары, еще с ними поделит. И они видели, что тех не видели. Только они сами трудились, трудились, а те праздники стоят мы тут, мы не позвали бы, возможно, они бы закончили работу раньше. Да нет, мы хотим сами получить. Работает, Хозяин возвращает, смотрит. Есть люди, которые свободны, просто стоят. Человек не пригласит, он пригласил их. Ребята, вы готовы работать у меня? А сколько заплатишь? Динары. Хорошо. Те пришли тоже и начали работать. потом в конце еще те, которые просто лафа, они пришли в последнюю секунду работать. Взяли и да, нас никто не зовет и мы стоим. Давайте поработайте. Итак, и те работники, которые раньше начали, те, которые чуть позже, и те, которые вообще в конце. Все пришли в конце рабочего дня. И хозяин будет оплачивать. Те, которые пришли рано, пожалуйста, подкарите. вот динар тебе. Спасибо, хозяин. Как договаривались, так и да. Ты честный человек. Те, которые я сам лично позвал позже, подкарите. Вы знаете, человеческая вот, человеческая натура, да, знаете, оно, но оно же не твое, какая тебе разница, за что мы заплатят. Но все же отходит. Но посмотрю, там, услышу, что там им дают, какую сумму. И вам тоже динар. Ох, чуть инфаркт не портил. Динар, имя тоже дали. Но посмотрите последние, которые пришли, Те, тоже динары, чуть вон, чуть вон вон не упали, другой приезжал. Я шучу. Это уже я. Не без меня. Но ситуация. Первый начали возмущаться. Как же так? Ты нечестный человек. Мы тут пахали, трудились, как папа Карло, работали тут. Эти пришли, стояли, стояли, стояли. Хозяин говорит, конечно, я понимаю, а прости, пожалуйста, наш договор на какую сумму был? Вот. У нас был договор, да? Да, был, конечно. А сколько вам обещал? Динары? Прости, а сколько я тебе отдал? динары? В чем я не прав? Это как наше спасение. Всем динары. Нету более спасенного, нету менее спасенного. Есть спасенные. И мы все спасены одинаково. Будет отличаться это чисто награды. И все. Все одинаково спасены. Поэтому благодатью Божией ты ты и я мы спасены. Не от дела. Именно Христос принес эту благодать на землю. Он принес благодать и истину. Есть благодать Божия. Благодать это когда ты и я мы получаем то, что мы не заслужили. Спасение мы не заслужили мы получаем. А милость это когда мы не получаем то, что заслужили бы. Милость она оказывается потому что человек нарушил согрешил или виновный тогда хозяин решает миловать. Тогда он решает помиловать. И возможно ты и я мы знаем эту историю слышали по наполеону об этом человеке который был приговорен к смерти дезертира. И мама пришла перед наполеоном что мой сын ну пожалуйста прости ну он такой ну и наполеон говорит сын твой он дезертир а за дезертир надо стрелять расстрел твой сын не заслуживает помилований и мама говорит такие слова очень важные слова фраза которая известна да государ ты прав мой сын виноват ты прав он дезертир ты прав он не достоин прощения он заслуживает наказание расстрел и расстрел наполеон говорит да но только государ пожалуйста дело в том что милость она не заслуживается она просто оказывается а вы можете оказать милость и наполеон был пойман и он оказал милос это история которая всем более менее известна поэтому когда мы говорим с вами что Христос принес истина истина и это Христос истина так же как слово Божие и Библия то что мы с вами читаем в Библии что Бог дал Иисусу Бог дал Иисусу имя из-за его смирения филиппинцам Иисус смирил себя до смерти смерти крестной поэтому Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени дабы перед именем его преклонилось всякое колено амин но слово Божие так же говорит Псалмак что Бог превознес слово своего выше всякого имени вы понимаете то есть вот какого имя ни было слово Божие оно выше оно не меняется это слово Бог утвердил свое слово и мы не можем только освоить таким мы исполнители только слово когда мы читаем ветхий завет мы видим эту грань когда именно слово было в действии и временами были элементы милости но в основном слово нарушил нарушил исполнение то есть но Христос принес в себе что-то другое и Бог сам говорит теперь нам нужно слушать то что Христос говорит а что что он говорит нам он говорит нам о мирости вернее о благодати и об истине значит слово наше должно в себе включать и благодать но также слово наше должно иметь в себе и истину повторяю если будем стоять только на истину мы будем как фарисеи мы будем бить 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 и бить если мы будем просто благодать это быть все дозволенность делаю все что хочу я под благодать а что ты кто что осуждаешь меня и все поэтому даже хоть ничего не говори хотя мы должны рассуждать но не осуждать если ты служитель тебе нужно рассуждать о чем то тебе нужно думать какие-то решения принимать и мы посмотрим пример который иллюструет нам действие благодати и истины история женщину взятую в приводьян мы можем посмотреть эту историю с вами это Иоанна 8 главу и Иоанна 8 чтобы указать эту историю женщина была взятой в приводья и люди привели ее перед Христом и я читал 10 стиха ну хорошо надо все-таки не можно больше говорить об этой истории когда они привели его они сказали ты знаешь наш закон что гласит закон за такой грек нужно побивать камнями а ты что скажешь это было конечно ловушка потому что хотя будет закон который разрешал побивать камнями и так закон но римляне не разрешали им это делать согласно истории это было проблем уже рима римляне разрешали им это как ну приводит в детстве этот закон кроме только когда об этом не знали они сразу собрали как случай со Стефаном то есть да ну то есть это просто знаете вы из крама сразу исполнили и все но так это не было поэтому если бы Иисус дал свое одобрение во-первых он бы исполнил то что они хотели и во-вторых римляне бы его уловили вот момент если бы он отказался сказали бы вот и ты говоришь что ты от Бога и Иисус отвечает им кто из вас без греха первый брос на нее камень и написано там что он потом тишина он наклонился и он начал что-то писать что он писал правду я не знаю мне это не так важно потому что я не знаю что он писал если бы было важно сказать нам бы писали что он писал то-то-то поэтому как сказать придумывать я не знаю он писал я тебя люблю он писал там первая конфетка 14 глава это люди уже до мыслей просто он писал что писал я не знаю он писал все грехи потому что песок потому что песок стирает все потом когда ветер будет продует это все что мы хотим внести аллегории он писал все что писал я не знаю но пока он пишет то есть просто простым языком он им задал вопрос и он он просто убрал свое внимание от них дал им время подумать он только слышит один ушел другой ушел третий четвертый и все походили потому что они были обличаемы знаете опять мы видим здесь уже благодать Божья любовь Божья сказал что-то дал время понимаете он дал им время осознать он не сказал кто без греха вы все грешники ну-ка отсюда быстро чтобы вас не видел он же так не сказал нет кто из вас без греха пусть первый бросит камень думайте это благодать нету давления есть истина аминь есть истина и нету давления потому что настоящее покаяние приходит когда человек осознает чтобы приходилось осознание как по мне человек должен немножко ну как подумать это ты украл это я украл будешь каяться да каюсь каюсь но потому что боится потому что его побьют ко мне или его там ударят и все то есть попросить прощение да попросить прощение осознал он кто его знает другой вопрос ребенком я не вижу тут был я не знаю что ну боже мой но хорошо тут там как это но то что нам всем одинаково тут был телефон где он сейчас это все родители себя узнают ребенок даже не успе подумать я тебе сейчас ты будешь наказан снимают мы в Канаде дорогой ребенок я тебя люблю целю все хорошо это мы в Канаде это такое вот это что снимают на камеру я же не скажу накажу вы что завтра посадят поэтому говорю я люблю тебя мой ребенок люблю но это не звучит как я убью люблю понимаете блу а не пью люблю тебя сынок я не буду ничего делать но все равно мы ругаем там другого подкорда сынок будет телефон здесь первая реакция ребенка не брал не знаю я же не как же ты брал подумай может быть найдешь принеси понимаете может быть найдешь поймите поймите ты не припираешь его в угол чтобы он ты даешь ему подумать поразмыслить все решения даже покаяния которые осознанные они приносят плод в будущем поэтому иисус говорит кто первый из греха брос камень и думайте все хотите и каждый начал думать и написано здесь что они начали уходить не толпою потому что доходило по разному каждому последний который стоял который ушел он думает что он без греха постоял постоял все ушли посмотрел это же грех гордос я умею тоже грех если ты ушел но то есть они ушли не толпою кто без греха и все по себе ушли иисус остался только женщина иисус иисус поднявши голову а то воскланивши с таких слов поднявши голову и не видя никого кроме женщины сказали женщина где твои обвинители никто не осудил тебя она отвечала никто господи иисус сказал ей и я не осуждаю тебя иди и впред не греши вот посмотрите внимательно иисус оказали милость почему как говоришь милость отличается от благодати милость это когда человек заслужил наказание то есть именно ну человек что-то плохое он заслуживает какое-то наказание какие-то меры но потом иного ребенка ты знаешь ты он такой натворил ты такой сердите просите я говорю о себе вы же не сердите вы же не грешите вы же не сердитесь только я вот сердитесь сижу и смотрю ребенок сидит там ходит по своей квартире где мы живем или там как какой-то знаете как какой-то ну ну не свой как не ребенок он как бы подкрадывается знаете ну как как вор какой-то в своей квартире и но ты послушала это сердце так жалуется знаешь ладно прощаю вы же так поступаете тоже иногда это называется ты просто помиловал он заслужил наказание но ты помиловал благодать она не заслуживала жизнь уже Иисус дает теперь ей жизнь говорит иди амин иди и я не осуждаю тебя вот это благодать божия иди истина больше не греши амин потому что это истина бог ненавидит грех это не потому что тебя помиловали что теперь ты можешь продолжать нет я принес благодать и истину да я помиловал тебя да я тебе оказал возможность вернуться в жизнь нормально но истина тоже есть больше не греши свят 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 смотрите люди привели эту женщину это был ее последний путь из города она она выходя из города понимала что меня убьют она встретила со крестом то что я говорю сейчас это то что сейчас приходит слава богу эта женщина встретила со крестом эти мужчины тоже встретили со крестом все потом вернулись к себе только эта женщина вернулись другим человеком эти мужчины вернулись теми же самыми они соприкасались со крестом соприкаснулись мужчины были возле креста они были женщина была была эти мужчины все вернулись в город и она вернулась только благодать должна иметь совершенное действие в тебе благодать должно действовать в тебе чтобы она не была праздна поэтому и Хрис говорит да теперь не греши Божьи это истина поэтому у тебя и благодать есть что никто тебя не тронет потому что даже на улице когда эти люди ее увидят их грехи будут их осуждать потому что они знают что она знает что у них грехи тоже есть дорогая церковь братья и сестры в нашем служении в нашем подходе в жизни мы хотим как написано в библии что мы должны быть подобными Христу мы должны уподобиться Христу это означает что и в нас тоже должно быть и благодать и истина амин давайте встанем халлилуйя мы будем молиться о чем молиться каждый знает свое сердце если ты видишь что ты очень идешь в сторону благодати благодать что это позволяет тебе самому себе оправдывать какие-то поступки которые неправильные ты можешь перед Богом какие-то вещи скорректировать чтобы ты понимала чтобы я понимал что кроме благодати есть истина но если в твоем сердце прямо как законоучитель Библия говорит так написано 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 возможно тебе тоже нужно понимать что есть благодать молиться а что мы еще твое сердце было наполнено благодатью Божьей Иисус принес и благодать и истину молимся история Аллилуйя Господь благодарим потому что на кресте ты умирал ради нас ты отдал свою жизнь ты продал свою кровь Господи мы благодарим тебя что ты принес благодать и истин в тебе была полнота благодати и полнота истин да Господь И я молюсь о моей жизни, я молюсь о служении, я молюсь, Боже, также о моих братьях и сестерах, которые были здесь и те, которые онлайн с нами. Боже, на самом деле, чтобы Духом Святым Ты помог нам увидеть, что Христос принес не только благодать, но Он принес также истину. Он принес не только истину, Он принес также благодать. Господи, помоги нам держать баланс. Именно таким образом мы будем похожими на Тебя. Только таким образом мы будем похожими на Тебя. И как служители, Господи, помоги нам иметь просто эти добродетели внутри нас, благодать и истину. Пусть эти добродетели, Боже, проявляются внутри нас. Господи, как мы читали в Псалме, когда милость и истину встретятся, тогда наша земля принесет плод. Пусть в нашей церкви будет плод. Господь, пусть в нашей церкви будет плод. Пусть в этой церкви будет плод. Когда благодать и истину встречаются. Благословляю эту поместную церковь. Благословляю пастора Вячеслава и его жену, Инну. Благословляю их семью во имя Иисуса Христа Господа. Боже, укрепляй их в том призвании, которое есть на их жизни, чтобы вести церковь, окружая их верными людьми. И пусть церковь Господь будет церковью, которая поддерживает своего пастыра, которые вместе с ним идут. Я благословляю каждого помощника, каждого служителя, который в каком-то служении задействован. Пусть благодать преумножается. Потому что нам также нужна благодать для служения. Есть то, через что мы спасаемся благодатью, но также, как апостол Павел говорит, что я больше всех потрудился, впрочем, не я, но благодать Божия, которая во мне. И я молюсь о том, что Божия, благодать, которая для служения, она была сильно высвобождена в этой церкви для служителей. Пусть благодать высвобождается. И как в Петре написано, пусть она преумножается во имя Иисуса Христа. Отец, спасибо тебе. Благослови каждого человека в этой церкви. Укрепляй свою церковь. Пусть нужды этой церкви восполняются по твоему богатству в славе Христом Иисусом. Спасибо тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Амин. Слава Богу, пастор, пожалуйста. Спасибо. Мы помолимся также за пастора Приска, за церковь. Слово жизни – это наши братья, наши сестры. Мы вместе трудимся в этом городе. И Бог дал нам эту милость вместе быть здесь, на этой земле. Помолимся, хорошо? Господи, благодарим Тебя за то, что наш брат, наш пастор Приск пришел в гости к нам. Господи, мы просим, благослови. Благослови его, его жену, его детей, служение его, работу, Господи. Все нужды восполни по твоему богатству в славе Христом Иисусом. Пусть будет у него мудрость в служении Божьем от Тебя. И Твоя благодать, как мы сейчас слышали, и Твоя истина, и Дух Божий доведет его во имя Иисуса. Пусть будет благословена их церковь. Пусть их церковь приносит много плода, Господь. Много плода в Твоем Царстве, Господи. А мы вместе, Господи, мы соработники. На Твоей ниве, Господь, на Твоей ниве во имя Иисуса благослови его, Боже. Да будет он благословен во всем. И его церковь, и эта церковь, которая трудится, да будет благословенна. Благословенна, Господи. Ты там, где, может быть, нужда в чем-то, да будет излита от Твоего Духа, от Твоей благодати во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. Пастор, мы Тебя любим, и всегда добро пожаловать к нам. Спасибо, спасибо. И небольшой Тебе конвертик. Твоей семье. Спасибо большое. Аминь. Слава Богу. Спасибо церковь. Вам понравилось? Слава Богу. Слава Господу. Но можете пока присесть. Мне нравится, что не только понравилось, но и надо что-то исполнять. И благодать, и истина. Слава Богу. Небольшие объявления. Мы заканчиваем уже служение. В среду в 20.00 мы продолжаем онлайн молитву. Пока будем молиться онлайн, дальше посмотрим. Хорошо? И следующее служение, пожалуйста, у нас, слава Богу, нет ограничений. Пока достать человек мы можем. И уже, по-моему, Монреаль в желтую зону, да, по-моему, вошел. Завтра входит, да. Слава Богу. Так что пока уже, вернее, уже нам ничего не мешает, как бы, по идее. Слава Богу. У нас будет чаепитие, общение, пожалуйста, не расходимся. И благословляем всех, кто нас смотрел онлайн, всех, кто будет в записи смотреть. Да, благословит вас Господь. Пусть благодать в вашей жизни умножается, и милость от Бога да будет в вас. Аминь. 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 Продолжение следует...